Всем привет! Вот и новый выпуск Турбо. Еще в 90-е годы я обращал внимание на название компании-разработчика игры. И приметил, что ежели создатель игры Capcom, то она или шедевр, или по крайней мере очень добротная игруха. Речь идет, конечно же, об играх для 8-биток, поскольку на других платформах я с Capcom-овскими играми не сталкивался. А в 996-м году играл не на Sony PlayStation в Resident Evil, а в Chippy Dale на Dandy Junior. PlayStation была тогда у шапочного знакомого, некоего рокера Юрика из соседнего дома. И я в глаза ее не видел, был только наслышан, что там графика, как на компьютере. Впрочем, меня это совершенно как-то не трогало, я был полностью погружен в 8-битные игры. Иногда играя, впрочем, на компе у отца на работе или у брата на Sega, либо ходил на Sega в тот же соседний дом к товарищу, Серому. В те же годы я написал рукописную книгу о видеоиграх, куда вошло много описаний игр от Capcom. И в этой своей передаче я как бы продолжаю дело давно минувших дней и покажу вам обзор всех игр, которые Capcom выпустила для NES, более известных в наших краях как Dandy. Но сначала о самом Capcom. Компания эта имела прямое отношение к другому производителю игр корпорации AYRM. В 1979 году президент AYRM Кензо Цужимото основал новую корпорацию под названием IRM. Весьма похоже на AYRM. AYRM тоже была созданием Цужимото. В 1982 году, однако, Цужимото обвинили в снижении продаж игр AYRM и заменили другим руководителем. А у Цужимото же был запасной плацдарм в виде корпорации IRM, а также ее подразделение Japan Capsule Computers Company. Это-то последнее и дало в сокращении имя для новой, образованной в 1983 году компании Capcom, то бишь Capsule Computers. И Capcom принялся за выпуск игр для множества платформ, в итоге затмив AYRM. Платформы, для которых Capcom производил игры, многочисленные. Это и аркадные автоматы, и телевизионные приставки MSX, NES, SNES, и персональные компьютеры вроде Amiga, Atari и ZX Spectrum. Словом, какие платформы были популярны, для тех и выпускались игры. Под выпуском я подразумеваю также и издательскую деятельность, ибо Capcom не только сам разрабатывал игры, но и издавал игры и сторонних разработчиков. Давайте же посмотрим, какие игры были выпущены Capcom'ом для NES за всю историю официального существования этой платформы. 1985 год Игра под названием 1942 была создана сторонним разработчиком Micronics на основе Capcom'овской аркады, появившейся годом раньше. Micronics вообще ответственны за многие игры тех времен, но имя Micronics потерялось за более именитыми издателями. Дизайнером игры выступил Йошики Окамото. Сюжет японской игры 1942 относится к, конечно же, 1942 году. Вы управляете американским самолетом. Надо добраться до Токио, уничтожая по пути японские самолеты. Не совсем понятно, как к этой игре отнеслись в Японии, но впервые она была опубликована именно там, а до Штатов добралась только в 1986. А в нем, в 1986-м, Capcom выложила на прилавке уже несколько игр. Commando. Дизайнер игры Takuro Fujiwara. Сложная стрелялка с туманным сюжетом, где из вертолета высаживают команду по имени Супер Джой. Ему надо продвигаться вперед, уничтожая всех на своем пути, впрочем, иногда освобождая пленных. Ghost and Goblins. Дизайнер игры Takuro Fujiwara. Версия для NES, на самом деле, выполненная компанией Micronics, порт одноименной Capcom-овской аркады. Впервые для платформы NES для игры был использован 128-килобайтный картридж, а графика показала новые рубежи. В этой очень известной своей хардкорностью игре вы управляете рыцарем, сэром Артуром, коему надлежит спасти похищенную самим сатаной принцессу. В конце игры вас ждет большой сюрприз. Сан Сан, фэнтезийный боевик Micronics, изданный Capcom-ом. Сюжет основан на китайском классическом романе «Путешествие на запад». Добравшись на постсоветское пространство в 90-е, такие игры могли заинтересовать только если не было во что играть. Тогда-то и брали за игры вроде Balloon Fight. Хотя, для своего времени весьма на уровне. Троян. Дизайнер игры Такаши Нишаяма. Троян был выпущен сначала тоже в виде аркады, и по графике может посоперничать с Ghosts and Goblins. А по сложности, пожалуй, даже превосходит ее, потому что враги валят на тебя как-то уж слишком борзо. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Рассчитывая на острый меч и хорошую реакцию, вам надлежит через толпы противников добраться до их предводителя, короля, и победить его. В игре есть также режим, где можно рубиться двум игрокам друг против друга. Это первая попытка Capcom сделать такого рода игру. И вот наступает год 1987-й, и Capcom выпускает новые игры. 1943. The Battle of Midway. Дизайнер игры Йошики Окамото. Продолжение игры 1942, только действие происходит годом позже. Вы снова играете за американского пилота, который вовсю расстреливает японские самолеты, дабы наконец добраться до авианосца Ямато. В игре появился ролевой элемент. Вначале можно разбросать пункты по характеристикам самолета. Баланс игры стал лучше, да и все выглядит поживее. Снова выражу мысль. Не знаю, как восприняли эту игру японцы. Мол, убей дедов, что ли? Или ничего личного. Наверное, я не могу понять японскую культуру и мировоззрение. Моджонг, который дальше заставки у меня не запустился. Но не беда, я все равно не умею играть в Моджонг. И да, в этом же 1987 году вышла первая часть Мегамэн. Я никогда не был любителем этой серии. Не нравился мне ни геймплей, ни герои, ни обстановка. Но признаю за Мегамэном и достоинство. Он купно с некоторыми другими играми задал новый стандарт для бродилок. Вывел их на новый уровень. Дизайнером первой части выступил Акиро Китамура. А художником Киижи Иннафуны. Всего же над игрой трудилось 6 человек. В Америке ее издали под другим названием. Рокмен! Следующую игру разрабатывал уже Хадсон Софт. А Кэпком просто издала ее. Речь идет о Микки Маускопейд. Бродилка, где вы играете сразу двумя персонажами. Микки и Мини. Причем отличаются они в некоторых ракурсах только количеством точек на штанах. Игра исключительно мирная. То есть надо уворачиваться от врагов, в то время как они хотят истребить вас всеми доступными средствами. Может быть найдутся любители этой игры, но я не один из них. С меня хватило минуты, чтобы прийти в состояние раздражения. А вот игру Секшн Зет разработал уже Кэпком. И получилась крепкая такая леталка-стрелялка. Хотя управление поначалу непривычное. Дизайнер игры Такаши Нишияма. Наступает 1988 год. Чем обрадует нас Кэпком? Байоник Командо. Дизайнер Хачан. В этом крепком боевике Кэпком впервые, кажется, начали портить хороший геймплей неудобными прыжками. В будущем это выльется в постоянные прыжки на тросточке в DuckTales. А здесь же нам предлагают вместо прыжка подтягиваться на некой механической руке. Героя зовут Олэд Спенсер, а цель игры спасти Суперджоя, известного по игре Командо. Таким образом, Байоник Командо дополняет невразумительный сюжет старой игры. Если бы не дегенеративные прыжки при помощи механической руки, я бы рассказал Байоник Командо больше. А так мне совершенно не хочется в нее играть. В этой игре Кэпком решил, кажется, приземлить свои леталки-стрелялки на поверхность и перенести их на почву Дикого Запада. Экран все время сдвигается. Так что, по сути, это та же леталка-стрелялка, однако на новый лад. Дизайнер игры Йошики Окамото. А для тех, кто любит леталки-стрелялки, Кэпком в 88-м году портировала на NES свою аркаду 86-го года Legendary Wings. В ней вы управляете крылатым чуваком, который должен спасти мир от суперкомпьютера по имени Дарк. Он восстал против человечества. В игру можно играть вдвоем. Второй игрок Чувиха. Крылья Чуваку и Чувихе дарованы богом войны Оресом. Уровни построены с видом то сверху, то сбоку. В отличие от первого Мегамена, второй проще в прохождении. Геймплей его более уравновешен, а управление стало отзывчивее. Графика второй версии выглядит замечательно не только на уровне 88-го года, но не устаревает и в последующие годы. Некоторые противники имеют размер боссов, а цвета во второй части живые и яркие, вместо той тускловатой палитры, что использовалось в родоначальнике серии. Собственно, именно Мегамен 2 стал популярным и дал толчок по следующим сериям, а заодно вывел Кэпком в разряд тяжеловесов среди разработчиков игр для NES. Несмотря на успех Мегамен 2, его дизайнер Китамура покинул Кэпком, чтобы с еще несколькими бывшими сотрудниками Онова основать свою компанию. Токеру, известную также как Sur The Wave. Китамура засветился позже в таких замечательных играх, как Coco Run и Little Samson, о которых я хочу рассказать в следующих выпусках Turbo. Силы компании Токеру были подорваны игрой Nostalgia 1907, выпущенной в 1991 году для ряда консолей нового поколения, таких как Sharp X68000, Sega Mega CD и Mac PC 9801. Вся графика в игре была выполнена в виде раскрашенной под сепью манги. После этого в 1992 году Токеру родила RPG Rejection и обанкротилась в 1994 году. Но вернемся к Кэпкому. В том же 1988 году эта компания выпустила еще одну игру. Про Якую Сацуджин Жикин. Не ручаюсь за точность произношения, я не знаю японского языка. Это типичная японская ролевуха с видом сверху, в которой я не продвинулся далее, чем показываю сейчас на экране. Наступил 1989 год, в котором Кэпком выпустил много шедевров. Пожалуй, это год наибольшего расцвета Кэпком на платформе NES. Судите сами. Во-первых, выходит первая часть DuckTales, дизайнер игры Йошинори Токенака. Над игрой работали также люди из команды разработки Mega Man. Это художник Иннафуне, звуковой программист Йошихиро Сакагучи и продюсер Такуру Фудживара. Он же дизайнер ранних Кэпкомовских игр Ghosts and Goblins, Командо и Байоник Командо. Утиные истории, учитывая не только замечательность самой игры, но и популярность мультсериала, заслужены были, пожалуй, одной из самых любимых восьмибитных игр в 90-е годы, добравшись к нам с некоторым опозданием. DuckTales – одна из тех бродилов, которые сформировали сам этот жанр и запомнились навсегда своей графикой, музыкой и вообще настроением. Маруса Ноона – квест на японском языке про женщину-сборщицу налогов, созданный по мотивам одноименной черной комедии 1987 года режиссера Юзу Итами. За пределы Японии эта игра не выбралась, что не мудрено. Strider – крепкая смесь RPG и бродилки, в том же 90-м, кстати, выпущенная и для Сеги. Но в 90-е я не видел картриджи со Strider ни для NES, ни для Сеги. И хотя игры с технологической обстановкой не очень привлекали меня, в Страйдера, думаю, я засел бы надолго. Действие игры разворачивается в будущем, где человечество порабощено неким диктатором. Его противостоит группа ниндзя, так называемых страйдеров, одними из которых вам и придется управлять. Более известен, впрочем, аркадный вариант страйдера, который действительно впечатляет графикой и звуком. Ну а NES-овский порт – крепкий 8-битный середняк. Sweet Home – ролевая игра, где вам предстоит управлять отрядом, каждый из участников, коего имеет свои особенности. Возможно, игра хорошая, но я недостаточно хорошо ее изучил, не продвинувшись далее первого экрана. Уиллоу – красочная ролевая игра, менее японская, нежели предыдущая. Создана она была по одноименному фильму Рона Ховарда по сценарию Джорджа Лукаса. В основе сюжета лежат приключения Дворфа по имени Уиллоу, дизайнер игры Акира Китамура. Уиллоу оставляет приятное впечатление. В ней много анимационных вставок, персонажи и обстановка крупные, а перемещение по местности не надоедает. Что же ожидало игроков в следующем, в 1990 году? Adventures in Magic Kingdom – разножанровая игра про героев диснеевских мультфильмов. По сути, много игр в одной. Путешествуя по парку аттракциона, вы попадаете то в комнату страха, то на пиратский остров, то участвуете в гонках на машинах, то ездите на поезде или летаете в космическом корабле. Бродилочные уровни довольно просты, а остальные основаны более на запоминании, где и как надо сворачивать. Помню, прошел эту игру в 90-е, но концовку забыл. В бродилочных уровнях игра приятна, но в целом тусклая. Дизайнер Йошинори Токинако, продюсер Такуру Фудживара. А вот другая игра 90-го года на основе диснеевских мультфильмов стала настоящей классикой. Речь идет о первой части Chip and Dale Rescue Rangers. Одна из немногих чистых бродилок, где удобно играть вдвоем. А в одиночку можно выбрать за кого играть, за Чипа или за Дейла. Даже без популярности мультсериала, капкомовский Чип и Дейл был обречен на успех своим быстрым и мультяшным геймплеем, отзывчивым управлением и хорошо продуманными уровнями. Золотой фонд игр. Коденейм Вайпер. Капком выступил только издателем этой игры, а разработала его компания Arc System Works. Я предубежден относительно Коденейм Вайпер, ибо на него мой брат выменил чудо-картридж с Нимо и Чужими 3. Поэтому Коденейм Вайпер кажется мне чрезвычайно гнусной. Но она, казалось бы, мне гнусной и сама по себе, ибо главный герой ходит в штанах такого же цвета, как его лицо. Поэтому кажется, что он ходит вовсе без штанов. А так, ходит себе, стреляет, освобождает каких-то заложников. А вообще, это агент Кенни Смит. Little Nemo The Dream Master. Шедевр всех времен и народов. Моя самая любимая игра. О ней я рассказал подробнейшим образом в отдельном, одном из первых выпусков Турбо. К нему вас и отсылаю. Вообразите себе наше с братом чувство, когда после картриджа с танчиками и какими-то подобными мелкими играми мы увидели вот такое. Но и в сравнении с более продвинутыми бродилками Нимо был и остается одной из лучших. В игре повествуется о путешествии мальчика Нимо по сновиденческим мирам, а в конце предстоит сразиться с властелином кошмаров. Разработка третьего Мегамена проходила уже под руководством нового дизайнера Масаёши Курокавы. Сюжет снова крутится около противостояния сумасшедшему ученому доктору Вайле. Сложность игры существенно возросла, поэтому приятной в прохождении эту бродилку не назовешь. Но разве хорошие игры должны быть простыми? Мизушима Шинжи Но Дайкоуши Игра в гольф Стрит Файтер 2010 The Final Fight Вопреки названию игра эта представляет собой очень красочную боевую бродилку, хотя и связанную сюжетно с серией Стрит Файтер. Дизайнер игры Хасаши Ямамото. По стилю она близка к Нинджа Гайден и понравится любителям хардкорных игр. В 91-м году Capcom занимается аркадами, а также платформами NES и Game Boy. Для NES в этом году выходят следующие игры Иде но Йосуки но Джисен Маджонг 2 как и первая часть этого Маджонга вторая у меня тоже застыла на первом же экране заставки. Мегамэн 4 Новый Мегамэн вернулся к сочной графике второй части, обзавелся замечательными анимированными заставками, но в плане геймплея кажется вам брал все худшие из предыдущих частей. Здесь Мегамэн противостоит уже не сумасшедшему ученому доктору Вайле потому что тот якобы погиб в третьей части но другому безумцу населись из России и зовут его доктор Казак. Однако не все так просто. Дизайнерами игры выступил Йошинори Токенака и бессмерный художник Мегамэна Инофуне. Snow Brothers Это яркая полноэкранная бродилка вроде Баббл Боббл и Родленда В ней повествуется о двух снеговиках можно играть одновременно вдвоем. Игру разработала компания ТООПЛЕН а Кэпком выступил издателем. Хороший подарок для любителей жанра. Тейлспин Еще одна бессмертная классика от Кэпкома созданная по мультсериалу известному у нас как Чудеса на виражах. Не знаю почему, но эта леталка-стрелялка всегда воспринималась мною более как бродилка. Отмечу, что сам мультсериал появился годом раньше в 90-м году и после этого родились от разных разработчиков игры для платформ NES, Sega Mega Drive, Turbo Graphics и других. Вариант для NES, кажется, более всего соответствовал настроению игры и отличался отточенным геймплеем и замечательной графикой. Классика от Кэпком. The Little Mermaid По духу бродилка, по механике леталка-стрелялка, созданная по мотивам одноименного мультфильма. Я никогда не заморачивался, чтобы ее пройти, хотя игра добротная. В следующем, в 1992 году, Кэпком начинает разрабатывать игры для новой тогда платформы, уже Super Nintendo, SNES. Однако, золотая эра игр для 8-битного Nintendo продолжается. В этом году Кэпком выпустил под NES 5 игр. Darkwing Duck, качественная бродилка про черного плаща, местами довольно сложно. Прохождение требует смены видов оружия, которое надо находить на уровнях. Классика жанра. G.I. Joy The Atlantis Factor разработанной компанией Кид бродилочный боевик на военно-фантастическую тему с приличной графикой. Выпускался также пиратами под названием Super Contra 5. Вероятно, потому, что похож на одну из Contra своей возможностью переключаться между персонажами. Хотя, изначально для игры доступен только один боица. Кроме J.I. Joy The Atlantis Factor, другой издатель Таксан выпустил для NES от того же разработчика от Кида предшественника этой игры под названием GI Joy A Real American Hero. Поэтому существует две по сути одноименные игры, разнящиеся под заголовками и, конечно же, по графике и сюжету. Гаргули Квест 2 Великолепная ролевая бродилка, сочетающая в себе два движка. Один традиционный для нинтендовских РПГшек с видом сверху и мелкими фигурками, а другой полноценный бродилочный с видом сбоку и просто роскошный хотя и несколько статичной графикой. Первая часть игры вышла исключительно для геймбоя. Обе части относятся к франчизе Ghost and Goblins, но вы играете за ту сторону, которая в Ghost and Goblins выступала в роли врагов. Да, в квесте Гаргулии игрок управляет персонажем Гаргулии. Gold Medal Challenge 82 Спортивная игра. Я не люблю спорт, поэтому перейду к другой игре. Mega Man 5 Дизайнером пятой части Мегамена был Ичиру Михара. Однако важную роль сыграл и бессменный художник серии Киижи и Нафуны, благодаря которому новая часть стала несколько проще в прохождении. В целом, мое отношение к этой серии не меняется, кроме второй части. Остальные я считаю замечательными технически бродилками с плохим геймплеем и нудным повторяющимся сюжетом. И вот наступил 1993 год. Последний год, в котором Capcom выпускала игры для 8-битной NES. Хотя официально производство этой приставки было прекращено только в 1995. Однако в 1993 году силы Capcom были брошены уже на разработку игр для Sega и Super Nintendo. А кроме прочего на свой первый блокбастер для SNES Mega Man X. Надо же было громко заявить о себе на новой платформе. Графика в Mega Man X в самом деле выглядела революционной, но игровой механизм судя по всему остался прежним, хотя игра и стала попроще в 8-битных собрать. Но что же предложила Capcom для 8-биток в том же 93-м году. Chip and Dale 2 на самом деле была разработана не Capcom, а Make Software. Продолжение Chip and Dale получилось не лучше и не хуже первой части, такая же динамичная бродилочка на двоих игроков, которую было интересно проходить и одному. Хотя первый уровень скушен до тошноты, я очень не люблю вот эту кухонную обстановку в играх, когда надо прыгать среди огромных чашек. Добротная бродилка, о которой у многих остались теплые воспоминания. В этом же 93-м году та же Make Software создала для издательства Capcom вторую часть DuckTales. Хотя первая часть тоже шедевр всех времен и народов, вторая часть нравится мне больше, мне столько разных нычек и секретов, что голова идет кругом, а собрав на уровнях все части старой пиратской карты, вы получите доступ к сокрытому ранее уровню. Уровни можно посещать многократно, набивая дополнительные жизни, деньги и пополнялки. В странах бывшего Советского Союза вторая часть утиных историй снискала себе популярность равную первой части, а вот за рубежом в год издания прошла мимо игроков, ибо они уже большей частью переключились на Sega и Super Nintendo. Лицензионные картриджи с DuckTales 2 стали редкостью среди коллекционеров. Дизайнер игры Иширу Михара. Наряду с Нимо, DuckTales 2 моя любимая бродилка для восьмбиток. Вайлы и Райот No Rock Бор That's Paradise. Представочная версия настольной игры вроде Monopoly тематически связанной серией Mega Man за предел Японии игра не выбралась. Вероятно, без Mega Man тематики эта игра и в Японии не была бы востребована. Mighty Final Fight Beat'em Up в духе двойного дракона, но с более мультяшной графикой. Однако Mighty Final Fight это переделка капкомовской аркады восемьдесят девятого года под названием Final Fight. Не мудроство и лукаво, капком портировала ее сначала для Супер Нинтендо, а потом и для старой доброй восьмбитки. Mega Man 6 последняя часть Mega Man от Capcom вышедшая на платформе NES. Уровень графики поднят до технического предела приставки. Геймплей остался прежним, а сюжет традиционно завязан на противоборстве с доктором Вайли. Для восьмбиток есть еще Mega Man 7 и 8, но то фан-проекты выпущены уже в нашем веке на основе SNES версии этих игр. Вот и подошел к концу мой затянувшийся обзор. Очевидно, что без капкомовских игр восьмбитный мир был бы гораздо беднее. Да и невольно задаешься вопросом, снискала бы сама приставка NES себе такую популярность не будь хитов, выпущенных капкомом. Хотя, конечно, не им единым жили игроки. Были же Konami, DataEast, TaIto и десятки менее именитых разработчиков. Но мне кажется, что добрую половину души восьмбиток составила именно библиотека игр от Capcom. Не пройти ли снова DuckTales 2? Это был Петр Семилетов передачи Turbo Turbo !